Могу ложку разогреть? Нужно? Я за ложкой Стоп, тут очень интересные новости появились В общем, я не ожидал, что будет такой бешеный ажиотаж на мой концерт в Москве Поэтому я решил сделать концерт в Санкт-Петербурге Питер, 6 декабря в клубе Джаггер состоится мой концерт Я тебя там очень жду, ссылочка на билеты в описании Давайте соберем больше людей, чем в Москве Все-таки я из Питера Ребята, всем привет, вы на канале Акстар И вы этого очень долго ждали и очень хотели У меня наконец получилось это организовать Встречайте, Саша Привет, привет Слышу голос из прекрасного далека Сегодня мы, значит, будем под масками малышей Да, это будет очень интересно Паша уговорил меня сняться в своей легендарной рубрике Мне на самом деле очень страшно, что там получится? Но я буду рядом, не переживай В общем, сегодня мы посетим занятие вокалом И посмотрим, как отреагируют преподаватели Когда увидят, что Саша-то умеет петь А если вам понравится это видео и вы хотите продолжения Мы кое-что придумали Короче, мы записали сразу две части И как только под этим видео наберется 150 тысяч лайков А также 50 тысяч подписчиков в Телеграме у Саши И 65 тысяч у меня Вот, там реально чуть-чуть осталось То мы сразу же что сделаем? Выложим вторую часть, конечно Да, а она очень-очень крутая Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео Чуть не забыл Саша, ты знаешь, что у меня концерт в Москве? Первый сольный концерт в Москве Слыхала, слыхала Вот, короче, 8 ноября у меня будет концерт в клубе 16 тонн в Москве Вот, прикинь, там все столики выкупили за один день Остался только танцпол Танцпол, где можно танцевать Да, но там будет как раз-таки самая жара В общем, это будет акустическое фингерстайл-шоу Лучшие хиты на гитаре с барабанами Также будут вокальные треки Будет Кроу, конечно же, легендарное Поэтому я вас всех очень туда сильно приглашаю Там осталось немного мест, поэтому успевайте попасть на него Желаем вам приятного просмотра Надеемся, вам понравится это видео Я еле уговорил Сашу поучаствовать в этом Мне было реально страшно Поэтому да, все, погнали Ну привет Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, какие маленькие Меня зовут Паша Вот Это мой брат Я, да А Саша и Паша вообще очень классно Да, смотрите, это к вам на уроке вот Саша А я брат, она просто одна стесняется, очень переживает Ей просто, я-то уже взрослая, она пока боится Мне-то уже вот 12, а ей только 11 А, я просто думал, один будет у меня сегодня ученик Ну, два, вот ладно Нет, вы не переживайте, ученица только она Я просто сижу, ну, вот так вот Я просто смотрю, чтобы она не переживала А, ну хорошо, хорошо, братик, это правильно делаешь, что помогаешь Своей сестренке, чтобы она не переживала, чтобы все было хорошо, самое главное Вы вообще, как пришли к тому, чтобы вокалом заниматься? Саша, расскажи, почему вообще хочешь научиться? У меня в классе есть девочка Маша Она поет и учительница ее хвалит Я бы тоже хотела уметь петь А, понятно, хочешь, чтобы с подружкой, да, вместе могли петь, да? Чтобы красиво все было Ну нет, я бы хотела петь лучше подружки А, ты еще и такая боевая девочка, да, у нас? Да, конечно, будешь лучше петь, мы ее вообще, блин Сделаем все по красоте Ничего страшного, если не умеешь, всему можно научиться Да Вот мы уже давно хотим на урок попасть И поэтому мы чуть позанимались сами Мы посмотрели видео в интернете, как петь Вот, я... Ну, вы в интернете насмотритесь Вот лучше преподавателя спросить Вот, как мы сейчас с вами созваниваемся Он вам расскажет, что правильно, как сделать, какие... Ну, понял, лучше по видео не заниматься Лучше с преподавателем, да? Я понял Ну да, лучше по видео с преподавателем Или просто с преподавателем Да, я понял Я-то просто... У меня опыт есть Я музыкалке уже второй год хожу Поэтому я уже профессионал в музыке Вот, и Сашу тоже хочу, чтобы она тоже Умело, вот, петь, вот И ты на гитаре, вы хотите так говорите, да? Да, чтобы... В общем, смотрите, первое упражнение Что нужно сделать То нужно разогреть свои, получается, голосовые связки Вот, чтобы ты пела У тебя, чтобы все было вообще хорошо Саш, давай, разогревай Разогревай Рука Что делать? Погреть нужно? У нас есть... У нас есть что-то... У нас теплое... Сейчас найду что-нибудь Могу... Могу ложку разогреть? Нужно? Я за ложкой Не, 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 не надо, не надо, не надо Ложка не нужна? Это по-другому Ложка не нужна, я могу принести Давай, неси Ложка не нужна Ну, можешь принести, конечно, но она не нужна Ну, то есть я могу погреть и разогреем ей связки Разогреть связки ложкой? Нет, нет, а где ты вообще узнал? В интернетах своих Ну нет, вы просто сказали, что нужно разогреть. Мы вот и подумали, может, надо погреть чем-то. Нет, нет. Но нужно их по-другому разогревать. Упражнение специальное нужно выдыхать, понимаете, вот так делать. Вот таким вот голосом говорить. Давай, Саш, грей. Вот так. Саш, давай, делать что говорят. Ну да, да, примерно, примерно. Все, она уже умеет петь? Не чувствует-то. Ну она уже как бы не то что пеет, уже разогретая голосовая связка, уже можно даже начинать немного уже даже петь. Ты уже петь умеешь? Нет, давай сначала. Нам же сказали, что... Нам можно просто попеть начать. Мне Саша говорит, давай покажем, что мы научились. А я это думаю, не надо. Вы сказали же, что не нужно по урокам. Давайте лучше мы с вами сначала позанимаемся. Песню хотите, да, песню какую-то или что? Нет, давайте мы лучше вас послушаем. Сейчас, секунду, что туда подладивать начнем. Да, все, слышно, видно нас? Да, да, слышно. Все, мы остановились на упражнении. Вот это вот. Вот этом вот. Все хорошо? Все хорошо? Так, вот. Что вообще будем петь сегодня? Вот мы, например, разбирали из мультика... Холодное сердце. Холодное сердце. Мы любим мультик Холодное сердце. Оттуда песенку разобрали. Да, Эльза. Эльза поет. Эльза. Да. Да, но мы сейчас поем. Вот знаете, вот знаете, отпусти и забудь, что пришло. Ой, что прошло? Ушло. Ну, там это Сашка любит. Я-то больше по мужским мультикам там. Марвел. У меня просто на кухне именно связь такая. Да ладно. Это прям... Мне педуху сейчас задушил. Да, да, да. Под конец возьму большого. Я буду писать, о, гусь выросла. Раз, два, три, да. Алло, слышно нас? Да, да, вас слышно. Что-то со связью просто было. Сейчас нормально, да? Да, я в другую комнату сейчас перешел. Сейчас получше должно быть, чтобы передислоцировался чуть-чуть. Да, сейчас получше видно. В общем, вот, мы сейчас поем песню вам, которую мы вот на ютубе разобрали. Ну да, давайте, давайте, хорошо. А можете сказать ей, ну, напутственные слова, а то она переживает, первый раз поет перед кем-то? Ну, вы понимаете, я сам вот тоже, когда начинал только, я сам немного стеснялся. Только пройдя через страхи, мы можем научиться петь, понимаешь? Только вот так вот можно научиться петь. Поэтому тебе не нужно стесняться. Ну, не получится первый раз. И что такого? Связки уже нормально будут сейчас. Теплые. Теплые. Да, да. Ну, теплые вообще, кстати, да, еще теплые. Теплые, теплые. Вот. Ну вот. Да, хорошо. С чего-то надо. Все, Саш, ты готова? Да, я готов. Ой, блин, извините, сейчас. И-и-и. Здравствуйте. Отпусти. Не забудь, что прошло уже, не вернусь. Отпусти. Не забудь, новый день укажет путь. Не боюсь, ничего уже. Пусть бушует шнур. Холост всегда мне был на душе. А давай сразу следующий вот этот вот. Нет. Пусть бушует гром. Не забудь, что спалит вам ручью. Все поймать стремится. Меня подпусти. Тебе нужно просто идти на шоу голос и там выигрывать и уже идти дальше. То есть нормально спела? Пойдет? В таком возрасте я даже мечтать так петь не мог, а вот она уже так поет. Конечно, без вас она бы так точно не спела. Это все из теплых связок. Это само собой, конечно. Надо же разогреть голосовые связки для начала, чтобы вот так вот спеть. Сто процентов. Ну все, тогда мы спели. Давайте, мы готовы сделать так, чтобы она еще круче пела. Я не ожидал, если честно, что будет вот так вот, что она вот так вот круто споет. Поэтому я к следующему уроку подготовлю. Хорошо, ну то есть, видишь, хорошо ты поешь, ты переживала. Честно сказать, я сам в шоке. Она так обычно не умела. Она сегодня что-то... Наверное, из-за разогретых связок. Наверное, из-за связок. Спасибо вам большое. Наверное, из-за связок так. Это Илья. Илье тяжело заводить новые знакомства, потому что он серый. А это Паша. К нему люди так и тянутся, потому что он просто блистает. А с новым Realme C53 ты будешь сиять в любой компании. Вы только посмотрите на этот ослепительный дизайн еще и в самом тонком корпусе. Тут, как всегда, мега-аккумулятор на 5000 мАч. Ну и, конечно, самая быстрая зарядка в этом сегменте. 33 Вт от 0 до 50% за полчаса. AI-камера на 50 мегапикселей, которая значительно улучшает четкость изображений и сохраняет детали даже при съемке сложных зданий и пейсажей. Вы только посмотрите на этот хокк. Дисплей у Realme C53 90 Гц. Это очень много. Высокая скорость, высокая четкость, захватывающий дизайн. Realme C53. Настоящий чемпион в своем сегменте. Здравствуйте. А мы с вами разговаривали? Ну, Павел, вот, музыкант в группу, не в группу, а точнее музыкант в ваше агентство хочу. Да, но я ожидала встретить Павла немного постарше, если честно. Я, Павел, гитарист, вот, музыкант. Вот, мы хотим попасть к вам в агентство, чтобы денежки зарабатывать. Так, Павел, вы знаете, то, что у нас, во-первых, музыкальное агентство ориентировано только на взрослых исполнителей, и мне бы не хотелось, конечно, тратить ни свое, ни ваше время. Нет, вы не понимаете, я профессиональный. Ну, давайте посмотрим, хорошо. А что, прямо сегодня нужно будет играть? Да. А если я хорошо сыграю, вы меня, ну, возьмете? Честно говоря... А почему? А зачем мне тогда играть? Я вас не заставляю, можем сейчас попрощаться, и все. Ну, у меня музыкальная группа есть, большая, своя. Как зовут вашу группу, давайте представим. Моя музыкальная группа Пасаиль. Так, а вы один в ней состоите? Нет, у меня, и в ней участники есть. Какие участники? У нас вообще, у нас есть настоящее имя группы Пасаиль. Мы играем песенки. У меня вот... Вот у меня... Там просто испугался я. У меня вот наряд есть, у меня у группы все образы есть. Мы играем различные песни, каверы. Мы способны выступать на музыкальных этих... Не конференциях, а выступать, в общем, можем. У меня сейчас вообще нет времени. Я вам уже сказала то, что у нас только для взрослых исполнителей. У меня музыкальная группа профессиональная, зарегистрированная в реестре групп Пасаиль. Извините, у меня нет времени. Секундочку, пожалуйста. Ребят, идите сюда. Здравствуйте. Вот, это моя, 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 мой бэнд. Моя группа. Вот у меня барабанчик есть, барабанчик. Вот вокалистка есть. Вот я гитарист. Все, все серьезно, не детские шутки. Ладно, давай, ребят, прошел. Ну, пожалуйста. Да, все, смотрите. Сейчас краткая предыстория. Мы все музыкально в школах учились. Решили сколотить банду. Сделали вот такую группу. Выступаем на праздниках. Решили вот уже посерьезки пойти в какое-нибудь агентство, чтобы не приходилось самим что-то искать. А чтобы нам вот кто-то это... Заказики-то шли. Чтобы заказики шли, а то заказики-то шли. Мы сейчас сыграем, знаете, куклу-колдуна. Король и шут. Киш. Киш. Вот, можно ее сыграть? Да, выбор хороший, давайте. Дай я ей забацаю сейчас. Давай. Тем, кто спит уже давно, тем, кому не все равно. Проверяю в чудо шаг, чтобы не спутно. Тем, кто спит уже давно, тем, кому не все равно. Начну я попрятудный, но желанием заглянуть. Чтобы умырьте. Как в фильме, как я зашло. Меняй и любимая бабык Войс. Вот это да, ребят, слушайте, ну прям поразили меня, вот это вокал. Вот. Спасибо. Ну то есть вы понимаете, да? Вот так, вы нас берете. Окей, но я вас не могу взять, я только представитель этого агентства, но я поговорю со своим начальством. Потому что, блин, ну вы крутые ребята. Смотрите, то есть если что, мы готовы ко всему, на все согласны. Слушайте, если даже все вообще согласны. Если вдруг вас одобрят, по-любому нам нужно будет согласие от ваших родителей. Вы их ставили в известность, что вы согласны? Да, они на все будут согласны, мы им всем расскажем. Хорошо, это пока первичный вопрос, давайте я к вам вернусь, мы с вами еще пообщаемся после ответа руководства, хорошо? Мои взрослые люди, сколько стоит за доброе начальство? Ну, я это понимаю, как там вот это все устроено. Если нужно, там, денюжка, чтобы начальство, ну, согласилось. Даже не говорите, пожалуйста, больше таких слов. Это мне вообще он сказал так сказать. Я вообще не думал, честно. Все, давайте бы лишних слов, мне просто следующие кастингующие, но мы, ребята, просто потрясающие. Я на самом деле поражена, честно, я вам покажу то, что я сделаю все возможное, чтобы у вас взяли. Все хорошо, спасибо большое. Спасибо! Спасибо вам, удачи, пока. Саша, хочешь, я тебе научу играть круто на гитаре? Да, я хочу научиться играть вот эти крутые штуки, которые... Эти, всякие. Да, конечно, можно. Пока это я на втором курсе учу. Там больше 20 произведений, и там, ну, реально, мы учимся уже выжаривать. Но тебе сначала нужно пройти первый курс. На первом курсе мы всякие основы изучаем, поэтому обязательно сначала нужно первый пройти. Значит, мне надо в описание спуститься, по ссылочке перейти, да? Да, ты вообще все знаешь уже. Ребята, кто хочет тоже научиться играть на гитаре, если вы вообще ничего не умеете, вам на первый курс, там мы учимся играть базовые вещи, и делаем все для того, чтобы вы смогли вжаривать. А на втором курсе мы уже по-настоящему вжариваем крутые произведения, больше 20 штук, поэтому по ссылочке в описании бегом в гитарную академию Акстар. Да! Как вы вообще можете рассказать, что нужно будет? У меня мероприятие вечернее, это, собственно говоря, свадьба в ресторане, там вокалист, инструменталист, что-то в этом было. Да, я понял, по времени это насколько нужно. Ну, это с уходом в ночь с 11, наверное, где-то, да, танцы-то начнут с 11, но там уже, как говорится, наверное, с это 3 по 40 минут. Да нет, я понял, у нас профессиональный дуэт, я вообще гитарист, вот, то есть я на гитаре буду играть, вот, у меня также вокалистка есть, хорошая. Хиты современные, там, 80-х немножко, 90-х годов, ну, такие, знаете, Шизгара, потому что это 40-летние люди, плюс-минус там, но есть там, конечно, молодежь, то есть тоже приветствуются там какие-нибудь современные. Ну, у меня, вот, вокалистка моя, она начинающая, но поет очень здорово. Ну, хорошо, прекрасно, а вы можете какие-нибудь послушать, дать ее как-то? Да, смотрите, я вообще буду на гитаре играть, я могу в целом позвать вокалистку, мы можем сейчас что-нибудь испеть, вообще вам понравится, зайдет такое, нет? Прямо? А, ну, мне все равно, если вам удобно, мне, чем быстрее это мы решим, тем лучше. Конечно, сейчас, вокалистка у меня, сейчас я ее позову, Саш. Здравствуйте. Вот, это Саша. Здравствуйте. Моя вокалистка. Здравствуйте, а что-то, а сколько лет, Саша-то? Мне 11. Вы так молоды выглядите, а ребенок что-то совсем прям маленький. Ну, это вот... Извините, Саша. 11 лет. Ты 11, я взрослая. Не, ну, 11 лет, но, ребята, ну, вы что? Ну, я понимаю, там какие-то песни детские, это, наверное, прекрасно, просто там у меня взрослый репертуар, а там надо серьезно, ну, как, я что-то сейчас не понимаю. Ну, давайте, найдете вокалистку, тогда давайте будем совпадить, потому что это, ну... Давайте, может, споем что-нибудь? Ну, что значит что-нибудь? Ну, спойте, конечно, я уж... Саша, вы меня простите, я очень рада, когда дети борщом занимаются, просто... Саша, вы меня простите, я очень рада. Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, а жестоко не будь, а чистого и стого, прекрасная далёко, прекрасная далёко, я начинаю путь. Ребят, хорош, давайте закончим, ну, прекрасная далёко, это прекрасно, замечательно, я тут при чём, я что-то сейчас вообще не пойму. Ну, вы мне это... у меня другая задача, это куда, вы зачем мне это звоните? Я же чётко там дала понять, что мне нужно за деньги исполнители на профессиональные кавера на свадьбу, собственно говоря, в серьёзное заведение. Я сейчас не совсем понимаю, зачем вы мне позвонили. В следующий раз, ну, как-то вот, вам надо посоветовать со взрослыми, что ли, я не знаю, прежде чем звонить там. У вас же есть какие-то наставники? Так вот, я наставник, получается. Я понимаю, но вот у меня взрослое мероприятие, люди танцевать будут. Не, ну, давайте, у нас есть вот такая штука. ПО-ТА Эй-ей-ей-ей Эй-ей-ей Да-а-а Помада Бойское домутние Я бы всё время откажу Я действительно откажу Я ни в чем не отдану Должество истории Долженое Я не поняла сейчас Что? Это что такое? Это Лесник Киш, любимая группа нашего папы Это Лесник Киш, может быть такая она на свадьбе пойдет? Мне нужно, я же вам перед этим сказала Шизгара Майтил Джексон Что-то такое, я не знаю Или там Валерия, Паскрайсбери Ладно, все, понятно Все, понятно, ладно Тогда вам Хорошего вечера, спасибо большое Да, и вам не хватает Всего хорошего До свидания Здрасте, здрасте, здрасте О, какие вы хорошие Я вообще старший брат Я просто, она переживает вообще Вы помогаете, да, я все понял Смотрите, Сашенька Нам надо, чтобы вы стояли А вот экран был вот так вот Чтобы вы стояли как будто вот передо мной На уроке Не сидели, а стояли Так, мне нужно камеру повыше поднять, да? Да, да Вот, смотрите То есть, как бы, чтобы она вот так стояла И смотрела, чтобы вот так вот, как бы прямо Да, хорошо Сейчас, секунду Так, а как бы Может, тогда мы перезвоним? А, да нет Не надо, не надо, не надо Все в порядке Все хорошо Не волнуйся Не волнуйся Хорошо Я не страшный Злой, конечно, злой, но не страшный Так, хорошо? Не похоже на злого А вы, может быть, немножко вот так в сторону, да? Вот, отсядьте, да А вот мы будем с Сашенькой уже общаться А можно, да А можно тогда мы с братиком на гитаре? Да Да, конечно, да Да, да, конечно Юно месяцы обрели В старом парке тает снег Сердце замерло в груди Только небо, только ветер Только радость впереди На этом все, ну, как тебе, Саша? Это было нечто Таких эмоций я давно не испытывала Вообще, как тебе вообще видеть тебя, малышка, когда тебе 11 лет на вид? Это ужасно 11, мне кажется, или на вид мне лет 8, там, максимум Вот такие вот дела, ребята Не забывайте, набираем 150 тысяч лайков под этим видео И 50 тысяч у Саши в Телеграме И 65 тысяч у меня Сразу же выпускаем вторую часть для вас Так что все зависит только от вас А на этом мы прощаемся с вами И до встречи в следующем выпуске Я уверен, что у нас получится набрать это все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok